Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vabon Games, и я вас приветствую, друзья, на легендарном стадионе Camp Nou, на котором я когда-то лично даже побывал, и, конечно, это непередаваемое ощущение. Очень круто будет сегодня очутиться болельщикам на этом прекрасном сооружении, на котором пройдет ответный матч одной восьмой Лиги Чемпионов между Барселоной и Челси, друзья. Да-да, вот парни в желтом, это именно Челси, я думаю, по лицам вы спокойно всех узнаете, Мозес, Фабригас и так далее, и поэтому это Pro Evolution Soccer с нереальным названием команды Челси, но с реальными футболистами, поэтому все будет по полной и все будет натурально. Лео Месси, который на ваших экранах, вернулся в команду после своего хет-трика в семье, у него родился третий ребенок, и, как вы знаете, Лео должен быть сегодня сверх мотивирован, у него настрой, у него всегда хорошая физическая форма, более-менее, поэтому все должно быть для Барселоны нормально, они в стадии фаворита, они сыграли 1-1 на Стэнфорд-Бридж, и, конечно же, у Челси сегодня много проблем из-за этого, вообще у Челси много проблем из-за того, что они лихорадят эту команду в течение сезона, они то неплохо играют, то очень ужасно, и, конечно, Конте, скорее всего, распрощается со своим постом уже по окончанию этого сезона, но при этом Челси может поставить все-таки на верхушку, если сегодня не получится игра с Барселоной, чемпионат, в котором нужно закрепиться за новый сезон Лиги Чемпионов и попасть на него напрямую. Так что не знаю, насколько сегодня вот Вильям и его команда будут мотивированы, я боюсь, что будут большущие проблемы у Челси для того, чтобы пройти Барсу. Плюс еще нужно не забывать, что Барселона может и в ничью сыграть нулевую, хотя вряд ли она это сделает. В последнем матче против Малаги Барселона минимальными просто силами одолела эту команду, причем без Лионеля. Ну и в матче против Атлетика Барса также играла очень уверенно, показав, что можно прикладывать немного усилий в атаке, но при этом у них есть суперисполнитель, который все-таки один или два своих момента в любом случае реализует. А вот главное не давать ничего сделать сопернику. Посмотрим, какую тактику на сегодня выберет Барселона. Огромное подозрение, что этот матч не получится голевым, так как у Барселоны, я уже рассказал, есть уже определенная выработанная схема, как тратить немного сил, но при этом добиваться нужного результата. Ну а насколько Челси сможет что-либо этому противостоять, мы, конечно, увидим. Но вот как по мне, больше трех голов в сегодняшней встрече мы забитых не увидим. Контр-атака Челси, ух ты, посмотрите, Алонсо, защитник, выходит один на один, даже вдвоем против одного и гол, вот так вот. Вот так вот Челси в контратаке забивает и делает, естественно, это Азар. Две десятки сегодня сойдутся на поле, Азар против Месси. И все может, конечно, быть. Азар тут сам мог убежать, но отдал передачу, но потом Алонсо ему ее благополучно вернул. 1-0 впереди гости. Вот какой момент, Суарес и мяч в воротах! Как так Куртуани дотянулся до этого мяча? И Луис Суарес в падении головой его направляет в ворота. Барселона быстро отыгрывается. И опять это порно. Я думаю, те, кто видел прошлое видео, все понимают. Что-то с празднованием мячей в Pro Evolution Soccer немного не то. Барселона в этом сезоне ни разу еще не проиграла. И, конечно, Челси очень хочет стать той командой, которая это сделает впервые в сезоне. Хотя в первом матче Челси возили прям Барселону, и Барселона практически, можно сказать, отскочила. Ух ты, опасный момент. Первый тайм 1-1, и пока этот счет переводит наши команды в дополнительное время. Продолжается атака Барселоны, как опасно удары. Куртуа тачит из ближнего. Навес. Удар. Ух ты, Иньеста. Месси передача на Суареса, и выходит 1 на 1 уругвайц. Но Тибу Куртуа вытаскивает мяч. Иньеста удар издали, и опять Куртуа. Вильян, какой пас Назара. Выход 2 в 0, и надо забивать. 2-1, Челси. Алонсо в очередной раз подключился просто к атаке. И вот так вот, друзья, Челси забивает нужнейший для команды гол. Если Барселона теперь не сможет дважды забить в ворота Куртуа, то с таким результатом пройдут дальше лондонцы. Если у мяча штрафной, Барса в прошлом году уже сотворила чудо. И посмотрите, штанга. Что Пике забивает. Естественно, как всегда, испанский защитник подключился к атаке и на добивании, впадении из ног. Просто из ног выбил мяч головой в направлении ворот и забил этот самый мяч. Вот это трудовой гол Барселоны. А мы помним, что в прошлом году ПСЖ тоже думал, что они уже в следующем раунде. Но Барса тогда вернулась. И сейчас это же самое происходит в этой встрече. Но нужно еще раз забивать. Смотрим повтор. Удар Куртуа тащит. Рюдигер, что ты делал там с мячом? И Пике. Потеря мяча. И что делает Месси? Месси мяч в штрафной отдает чуть назад. Бускец подача. Удар. Но здесь Тибу Куртуа. Почему он мяч не берет в руки? Месси с мячом подача на Суареса. И тот промахивается головой по мячу. Суарес. Барса в атаке. Все игроки Челси практически в своей штрафной. Суарес бьет Куртуа на месте. Две минуты всего арбитр добавляет. Даже нестандартные три. И возможно последний шанс для Барселоны. На краю Бускец. Серхио Роберто. Прошу прощения. Ракитич Ваня ищет, ищет передачи партнера. И что будет делать? Отдает на Паулиньо. Бразилец опять на край. Барса пытается улучшить, но не получается. Вот так, друзья. 2-2. Встреча заканчивается. Барселона, Челси. И этот счет в большей степени, конечно же, устраивает лондонцев. Они с таким результатом пройдут дальше. Но это супер феерично, друзья. Поэтому я надеюсь, вам понравился этот прогноз. Если сегодня будет такой же накал страстей на Камп Ноу в реальной жизни, то, конечно же, это будет классный матч. И в любом случае, кто бы ни прошел дальше, это праздник футбола. Все. Не забывайте подписываться на канал, подписываться в группу ВКонтакте и в мой Инстаграм. Все ссылки есть в описании. А также поставьте, друзья, лайк. Я старался специально для вас. До скорых встреч. Всем пока. Продолжение следует.